Аллилуйя, дорогие друзья! Приветствую вас во имя Иисуса Христа! Да? Пусть Божий мир и Божья благодать наполнят ваши дома, ваши сердца. Кто-то говорит иногда и молится, Господь, что я могу для Тебя сделать? Так хочется Тебе воздать, так хочется отблагодарить Тебя за все, что Ты сделал для меня. Знаете, сегодня Господь вам отвечает. То, что мне Господь положил, я верю, что это для вас ответ. Привет! Чтобы порадовать Отца вашего Небесного, вам необходимо Слово Божье его принять и употреблять в своей жизни. Это принесет ему радость. Когда мы научимся применять Слово Божье, написанное Слово Божье в своей жизни, адаптировать сначала для себя, а потом употреблять его в своей жизни, вот тогда Отцу Небесному это принесет радость. А мы иногда думаем, вот что для тебя сделать Господь? Ты так много для меня сделал. Сделай вот это. И это принесет радость. Почему? Потому что ты показываешь Ему, что ты уважаешь Его Слово. Оно авторитет для тебя. Для тебя не авторитет опыт твой, например, жизненный. Для тебя не авторитет обстоятельства, для тебя авторитет Слово Божье. Вы знаете, что Авраам никогда не стал благословенным. Единственному человеку, кому Бог поклялся, мы не видим, чтобы Бог клялся кому-то, да? Бог поклялся Аврааму. И он сказал, благословляя, благословлю тебя, размножая, размножу тебя. Авраам был благословен во всем. Во всем. Вначале так не было. Он был материально благословен, но был бесплоден. И Бог ему сказал, я благословлю тебя во всех сферах. Ты будешь благословен. У тебя будет детей. Вот смотри, у тебя ни одного нету ребенка. Посмотри внимательно. И если ты веришь, что ты еще что-то можешь изменить, я немножко протяну твою жизнь до ста лет. И ты увидишь, что ты ничего не можешь сделать. Ничего. Но когда Бог сказал свое слово, вот когда Авраам стал благословенным. Поэтому и мы. Мы становимся благословенными, когда мы принимаем Божье слово. И тема проповеди будет называться благословение или проклятие, часть третья. Дело в том, что Бог, Он хочет, чтобы мы задержались в этой теме, друзья. И эта тема, она касается нас, как никого других. Может, оно не касается животных, которые живут в этом мире. Живут себе, бродят, ходят туда-сюда, ходят, пищу ищут, ночуют где-то. Понимаете, их это не касается. Но нас-то касается. И поэтому Бог, Он хочет, чтобы... Вот знаете, как проповедь состоит, да? Благословение или проклятие. Вот вторая часть проповеди, Бог хочет, чтобы вышла из вашей жизни, чтобы вы ее забыли даже. Чтобы в вашей жизни такого даже не вспоминало. Чтобы вы как бы это слово перестали вообще как бы в своей жизни видеть, ассоциироваться с чем-то. Да? Потому что иногда люди очень живут в печали. А Библия, в Слове Божьем написано, что благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. Друзья, если у вас есть печаль, значит, есть какой-то области. Нету, то есть, благословения. Что такое благословение Божье? Это как духовный документ. Бог вам дал, выдал и все. И все знают, Бог на вашей стороне. Он вас сохранит. Как узнать, что это ваша квартира или это ваша машина? Как узнать, что это ваш муж или ваша жена, или ваши дети? У вас есть документы. Документы. И так же и здесь. Как узнать, что ты благословенный? У тебя есть духовный документ. Божье благословение. Ты принял, адаптировал его в своей жизни. И впоследствии в плодах ты видишь, что ты охраняем Богом. Ты впустил Бога. И туда, куда ты впустил Бога, там ты благословен. А что же такое проклятие? Проклятие – это оккупированная территория тьмы. Вот в какой-то сфере из твоих жизней. Это просто захваченное, как бы честным путем, нечестным. Захваченное. То есть каким-то путем дьявол вошел в жизнь человека и захватил не полностью всего человека, а какую-то часть в его жизни. И через это он приносит досаду человеку, печаль. Я как в прошлый раз говорил, как заноза. У тебя все тело здоровое. Сердце здоровое, разум здоровый, легкие здоровые. Даже бегать можешь хорошо, там, я не знаю, кувыркаться. Вот занозу посадил в палец, и все. И все, плохо тебе, страдаешь. Поэтому, если есть в какой-то сфере, нет благословения, вот ты хотел бы там изменения в какой-то сфере, реальности, честно признаться. Вот знаешь, вот тебе нужно благословение туда. Нужно прогнать тогда тьму оттуда. В той сфере нужно включить свет. Зачем бороться со тьмой? Зачем бороться с проклятиями? Нужно включить свет, нужно впустить туда Слово Божие, впустить туда Христа, познать истину. И как Библия говорит, что познаете истину, и истина сделает вас свободными. Когда человек предстает пред выбором, благословение или проклятие, определенно каждый выберет только благословение. Вот представляете, вам говорят вот так вот, смерть и жизнь. Выбирайте, пожалуйста. Выбирайте, пожалуйста, дорогие телезрители. Смерть или жизнь? И вы, конечно, выберете жизнь. Никто не хочет себе вреда. Определенно каждый выберет только благословение. А если вам так скажут, ну, благословение, но условие, если в вашей жизни немножко будет проклятие. Такой, знаете, немножко печали будет в вашей жизни. Скорбей будет в вашей жизни. Вот знаете, в нашей жизни иногда мы путаемся. Иногда мы вместо Бога, знаете, вместо дьявола на место ставим Бога. Мы говорим, Бог для нас хочет плохого. Это Бог посылает нам печали. Это Бог посылает нам болезни. Это Бог посылает смерть в нашу жизнь. Это Бог посылает все плохое. А дьявол такой, знаете, ржет. И знаете, как говорится, ржу не могу. Сидит и смотрит. И говорит, ну, насколько христиане еще будут заблуждаться. Давайте поверим в то, что всякое даяние благое, оно исходит свыше. В Библии написано, Иоанна 10, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел, Иисус про себя говорит, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Друзья, хочет ли Бог восполнить ваши нужды? А вот и не аминь, не до конца аминь, братья и сестры. Я верю, и Слово Божие говорит, что Бог не просто хочет восполнить ваши нужды, чтобы у вас был достаток. Он хочет, чтобы у вас было изобилие, братья и сестры. Он пришел, чтобы вы имели жизнь, достаток, восполнить вашу нужду и чтобы у вас было изобилие. Потому что, когда ваша нужда восполнена, это означает, только вы поели. А Бог смотрит через вас дальше. Он хочет, чтобы вы накормили других. Образно говоря, чтобы благословения не только хватало для вас. Знаете, как бывает, все мы сталкиваемся рано или поздно. В основном мы все сталкиваемся. Зарплаты хватает только-только. Божья ли это воля? Нет, нет, нет. А ты тогда думаешь, а как я могу больше получать на своей работе? А какая тебе разница? А ты подумай, как Бог создал землю и повесил ни на чем. Ты не можешь найти ответ. Так ты во многом не можешь найти ответ. Просто принимай Божью истину. Бог, смотрите, как про дьявола сказано. Бог приходит только для негатива, а Бог приходит только для позитива. Почему мы берем и из Бога делаем негатив? Почему? Ну, это потому что кто-то очень делает тонкую работу. И потом мы приводим местописание. Мы начинаем искать местописание. Вот там страдали те, вот там страдали те. Так они за слово Божье страдали. Вы поймите, что это разные вещи. Или когда ты просто живешь и страдаешь. И у тебя есть недуги, у тебя есть болезни. Послушайте, друзья, если у вас есть в вашей жизни недуги и болезни. Если у вас есть страдания, печали. Тогда у меня такой вопрос. Вообще, для чего Иисус приходил на землю и страдал на Голгофском кресте? Зачем? Он ничего не сделал плохого. За себя Он точно не страдал. У меня такой вопрос. Почему Он тогда висел на кресте? Почему? Шесть часов. Почему мучился? Почему Отец оставил Его на некоторое время? Иисус даже закричал громким голосом. Зачем ты оставил Меня? Зачем ты оставил Меня? То есть пережил такую дикую, ужасную боль. Самую ужасную боль. Мало того, что Ему причиняли люди боль. Ученики причинили боль. То, что все предали и разбежались. Еще Отец Сам Небесный. Для чего? Скажите, какой смысл тогда Иисусу было вообще рождаться? Зачем вот Рождество? Зачем Пасха? Зачем все это? Чтобы ты жил дальше и платил за свои грехи, за свои болезни расплачивался. Послушай, если ты болеешь, никогда не говори, что это твоя болезнь. Никогда не говори, вот я болею такой-то болезнью. Это не твоя болезнь. Она не пришла, она тебе не принадлежит. Если ты будешь знать правду, ты будешь стоять вообще на других обетованиях. На Божьих обетованиях. Даже не на фактах, которые, может быть, действительно есть в твоем теле. И, может, тебе выписали врачи какой-то диагноз, бумажку, и они не ошибаются. Но ты знаешь истину. Знаете, вот умерла девочка, да? Иисус говорит, я приду, помолюсь. Это самое. Он говорит, она спит. И Библия говорит, что над ним смеялись. Понимаете? Умерла девушка. Иисус говорит, она спит, я приду, разбужу ее. А все смеялись, потому что знали точно, что она умерла. Так она умерла или она спит? Она умерла. Но для Иисуса это вообще не проблема. Для него это означает, что человек спит. Вот так и мы. Мы смотрим на обстоятельства и говорим, о, там уж не то, что я ничего не могу сделать. Там Бог ничего не может сделать. И мы за Бога уже все решили, все, и похоронили все. А не надо хоронить. У этой девочки есть будущее. Ее надо воскресить. Например, вот давайте вот такой пример. Если спросить у человека, ты хочешь, чтобы у тебя в жизни было все хорошо? Или хочешь, чтобы все плохо было? Конечно, мы-то адекватно начинаем думать, понимаете? В такой ситуации, вот если нам так задать вопрос, то мы четко отвечаем, нет, я хочу, чтобы у меня было все хорошо. Понимаете? Конечно, мы говорим, я хочу, чтобы у меня было все хорошо. Хочешь, чтобы у тебя были болезни, которые будут изматывать и мучить тебя, лишая радости? Знаете, что болезнь и боль в теле изматывает человека и лишает его радости? Он не может радоваться. А что Библия говорит, Царство Божие? Что это? Праведность, мир и радость во Святом Духе. Как может быть Царство Божие и болезнь? Она имеет легальное право? Нет. Но она находится там. Знаете, как и нелегалы. Они могут, они могут, у них может не быть документов, но они находятся в стране. Пока их не поймают, не арестуют. Вот так и вы. Вы как страна, у вас находятся нелегалы, вы должны их арестовать всех. Проверить все сферы. С фонариком походить так и все-все-все-все проверить. Сначала Дух проверить, Душу проверить и плоть свою проверить. Потому что плоть, она важна, тело важно. Вот такой вопрос вам задать. Хочешь ли ты быть бедным, нуждающимся человеком? Постоянно человеком, который живет с мыслью, вот дал бы мне кто-то что-нибудь. Кто-нибудь, что-нибудь. Вот как в Артемеи. Вы хотели бы такой жизнью жить? Знаете, прося милостыню. Написано, что он сидел возле дороги, прося милостыню. Вы знаете, есть люди многие, которые даже не слепые, но их мышление. Дайте мне что-нибудь, дайте, дайте. Он от всех ожидает что-то. Вы хотели бы жить человеком таким бедным, нищим? Но всяко вы скажете, что нет, нет, мы не хотим таким быть. А хочешь ли ты молиться и не слышать Бога? Хочешь? А хочешь читать Слово Божие и ничего не понимать? Вы поймите, что то, что я говорю, это многое находится в жизни верующих людей. Но мы-то этого не хотим. А если мы этого не хотим, значит, этого не должно быть в нашей жизни. Почему все-таки иногда мы соглашаемся на некоторые негативные моменты в нашей жизни? Мы вдруг обнаруживаем, мы говорим, я не хочу, чтобы это было в моей жизни, но оно есть. И такие, знаете, и рукой машем. Ладно, все равно ничего не изменить. Все равно как было, как родился я кривым, так и останусь кривым. Родился тупым, знаешь, останусь тупым. Знаете, все одинаково рождаются. Никто ничего не знает, никто ничего не умеет, никто говорить не умеет, ходить не умеет, деньги зарабатывать не умеет. Все, они как бы никто и ничто, получается. А потом люди, они сталкиваются с проблемами, сталкиваются с препятствиями и решают их. Вот вы, например, вы выходите на улицу, да, вы же как нормальный человек, хотя бы в окно посмотрите, что там, солнце или дождь, мороз или оттепель. Знаете, и, соответственно, вы одеваетесь. Вы так посмотрели, и вы решаете проблему. Если вы посмотрели, а на улице минус 30, вы же будете предпринимать какие-то ситуации? Вы же не скажете, что я могу сделать на улице минус 30, пойду в рубашки. Что мне делать? Нет, ты укутываешься, двойные одежды одеваешь, ты решаешь эту проблему. Вот знаешь, есть замаскированные проблемы, которыми мы машем рукой и говорим, ладно, ничего страшного, ладно, как-нибудь проживу вместе с ними. Знаете, там полно нелегалов внутри, в каких-то областях нашей жизни. А мы говорим, да, ничего страшного, как-нибудь проживу. Кто-то спросит, возможно жить по-другому? Разве может такое быть, чтобы жизнь изменилась? Вот живет, живет, живет человек, ничего не меняется в его жизни. Иногда появляются какие-то светлые моменты, радостные моменты, только иногда. А так в основном будни, угрюмость, печали. Это ненормально, это ненормально. Мы не говорим, что праздник должен быть каждый день. Но Царство Божие, оно же не только включается в воскресенье, правильно, друзья? Или как? Если кто-то скажет, возможно ли такое, чтобы жизнь, моя жизнь, вот ничего не меняется, и она могла резко и кардинально измениться. Возможно ли такое? Я вам скажу, да. Я вам скажу, да, да, да. Аминь, аминь, аминь. Это возможно. Смотрите, Луки 4, 18 написано. Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня, прежде чем Иисус выходит в свое служение, для чего Он был рожден. Он цитирует то, что Он теперь будет делать. Все три с половиной года и все остальные тысячи лет, после того, как Он умрет, воскреснет, будет продолжать делать Его церковь, Его ученики. Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим. Послушай, когда ты приходишь к нищему, единственная для Него радостная новость будет, это то, чтобы ты Его избавил от нищеты, вывел Его оттуда. Не просто дал денег Ему, нет, Его надо вывезти, потому что деньги Он протратит. Не деньги Иисус раздавал нищим, Он им благовествовал. Он учил, как покинуть нищету навсегда, как выйти из этого состояния. И послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Сегодня много людей с сокрушенных сердцем, разбитые сердца. Знаете, что такое сокрушенное сердце? Это взяли вазу из тонкого фарфора. И разбили ее. Она взяла и разбилась. Она рассыпалась, что ее даже склеить невозможно. Такие маленькие кусочки, что просто даже мастер невозможно склеить эту вазу. А вот Господь может исцелить такое сердце, разбитое, растерзанное сердце. Смотрите дальше, Иисус цитирует. Проповедовать пленным освобождение. Знаете, иногда люди в плену греха, в плену своей какой-то замкнутости, ограниченности. А Иисус пришел проповедовать пленным. Представь, ты сидишь пленный. Ты сидишь на чужой территории. Тебя захватили. Ты сидишь в цепях. Ты под номером каким-то. 666. И ты ничего не можешь. Ты дергаешь. Ты понимаешь, ты в плену. Ты в плену. У разного свой плен. У каждого свой плен. И вот представьте, Иисус так подходит к забору лагеря, в котором ты сидишь, за колючей проволокой. Все это образно. И Он тебе говорит, слушай, ты можешь выйти отсюда. И Он начинает тебе говорить, как выйти. Он начинает тебе цитировать местописание. Он говорит тебе о помазании. И ты можешь послушать Его и сказать, везет же Ему он на свободе, а я в плену греха. Везет же Ему. Либо ты можешь поверить в Него, и Он выведет тебя. Выведет тебя из плена греховного. Он может дать слепым прозрение. Как можно ходить, будучи слепым? Никак. Ты стоишь на месте в жизни. Чтобы тебе ходить, тебе нужно видеть. Как Иисус в Откровениях сказал, что желаю, советую тебе купить мазь, чтобы помазать глаза твои, чтобы ты мог видеть. Ты в духовном мире ничего не видишь. Ты только физически все делаешь заключение. А оказывается, в духовном мире все совсем по-другому. И смотрите, отпустить измученных на свободу. Иисус, помазание, которое на нем было, Он не просто прощал людям грехи. Он процитировал, что Он будет делать. Отпустить измученных на свободу людей, которые мучаются. Просто представьте. Вот женщина, страдавшая кровотечением, мучилась. Знаете, там Вартимей мучился. Там Бесноватый, который был, в котором легион жив, мучился. Знаете, я даже думал, что Лазарь, который умер, четыре дня был в Агруте, тоже мучился. Иначе Иисус бы не воскрешал, сказал бы, ребят, не надо воскрешать. Парню нормально. Пусть на небе будет. Его не трогаем. Он уже с отцом на небе, все классно. Воскрешать надо, у которых беда. Которые не в то место попали. Смотрите, Иисус пришел отпустить измученных на свободу. Просто представьте. Много людей мучаются по сей день. Даже сейчас, кто нас смотрит, возможно, многие из вас мучаются. Вы мучаетесь? Как выйти на свободу, вы не знаете. Вы просто видите, что у одних людей все хорошо, у других не все хорошо. Как бы есть сферы, где нормально, а есть, где беда. И она не меняется. И вот Иисус пришел отпустить. Просто представьте. Сделать свободными. Бог не хочет, чтобы мы жили под гнетом. Под осуждением. В какой-то депрессии. Даже маленькая заноза. Она приносит тебе печаль. Она расстраивает тебя. Конечно, ты можешь жить с этим, с занозой. А зачем тебе? Вытащи лучше ее. И ты же ищешь освобождение. У тебя все здорово. Тело абсолютно здоровое. И ты ищешь, тем не менее, чтобы даже вот эту маленькую деревяшечку. Вообще, ты ее найти сначала не можешь. Думаешь, это болит. А где она? Ищешь, ищешь. И выковыриваешь ее. Просто представь, насколько Бог хочет, чтобы ты был благословен во всем. Во всем. Во всех сферах. Потому что Бог создал душу и тело. И Он хочет, чтобы благословения были стопроцентные в духе, в душе и в теле. Пожалуйста, не перерисовывайте Божьего дизайна насчет вас, но стремитесь соответствовать Ему. Не говорите, что Бог меня таким создал. Бог нормально относится к тому, что я там в чем-то страдаю, унываю. Послушайте, Божье благословение, оно обогащает, печали с собой не приносит. Если у вас есть какая-то область в вашей сфере, она приносит печаль. Это не делает Бог. Это вы разрешаете нелегалу находиться, демоническому контролю находиться в вашей жизни. Что нужно сделать? Нужно позвать Иисуса в свою лодку. Но готовьтесь, чтобы вся ваша жизнь будет изменена. По этой причине многие христиане, они живут эгоистичной жизнью. Они только молятся, что Бог их благословил. Послушай, Бог хочет тебя так благословить, чтобы ты благословил тысячи людей, сотни людей вокруг тебя. Чтобы, глядя на тебя, они сказали, во, этот человек точно благословен. Мы видим, как вся его жизнь, все сферы покрыты Богом. Все сферы. Я же не говорю, что Бог хочет нас сделать миллиардерами. Я же не говорил ни разу этого в проповеди. Я говорю, что о том, что никакой тьмы, никакого увечья, никакой печали не должно быть в нашей жизни. И Царство Божие не работает только по воскресеньям. Оно 24 на 7. Оно должно, радость всегда должна быть в нашей жизни. И она должна укреплять нас. Какая может быть у тебя радость, если у тебя есть нехватки, если у тебя есть проблемы, если у тебя есть боли, если у тебя есть болезнь. Послушай, может быть ты тот человек, у которого нет друзей. А друзей у тебя нет, потому что у тебя, ты сам такой человек, что с тобой невозможно дружить. Послушай, Бог тебя хочет благословить друзьями. Это означает, что Он изменит тебя. И у тебя появятся настоящие, хорошие друзья. И ты будешь счастливым человеком. Одно из самых, ученые доказали, одно из самых больших удовольствий, которые человек получает, это от общения, просто общаясь друг с другом. И многие лишены этого. А Бог хочет тебя благословить. Бог хочет тебя благословить. И Он хочет тебя окунуть в Слово Божье. Он хочет взять тебя и туда кинуть просто, чтобы ты растворился там. Чтобы ты напился вот этого и стал просто живым Словом Божьим. Чтобы вся твоя жизнь стала благословенная. Поэтому на этот Новый год я просто вам желаю, чтобы в вашу жизнь вошло Слово Божье. Ваш разум, на вашем языке, во все сферы вашей жизни вы стали употреблять Слово Божье. В какую комнату бы вы не входили, везде, чтобы включался свет. Послушайте, если вы входите в темную комнату, первым делом, что вы делаете, вы включаете свет. Вот так же входите во все комнаты вашей жизни, вашего Дома Духовного. Входите и включайте свет. То есть проливайте туда Слово Божье. Иисус это свет. Делайте, исповедуйте то, что Иисус говорил. Исповедуйте это Слово Божье. Берите просто цитаты. Берите, даже если вы не до конца все понимаете. Берите местописание и просто цитируйте это в свою жизнь. Во вашей ситуации. Говорите болезням, это нелегальные захватчики. Говорите, что их место не ваше тело. Извините, вы должны съехать отсюда. И если они не слушаются, вы отдаете суд Богу. Вы призываете суд Бога на это. Вы говорите, я читаю в Библии другое. Я читаю, что Иисус страдал. Поэтому я должен быть полностью здоров. Я должен быть полностью благословен. Потому что Иисус мучился для этого. Именно для этого, а не для чего-то еще. И именно для этого, чтобы я стал благословением. И не важно, что там тьма, как она решает. Она, может, всю жизнь вашу обманывала. Всю жизнь вас обманывала. Тьма, дьявол, бесы. А теперь вы уверовали. Теперь вы другой человек. И теперь вы заявляете. Конечно, для них первое время будет шок. Как это так? Как это он нам заявляет? Он нас всегда так любил. Ему у нас всегда так уютно было в его теле. А теперь он прогоняет нас. Как это так? Но вы должны показать всю серьезность. Я хочу вас еще вдохновить и поддержать вас. Что возможно, в первое время, может быть, какие-то дни, я не знаю. Какое-то первое время у вас ничего не будет сдвигаться с места. Это для вас тест будет. Продолжайте стоять на слове Божьем. Как Аврам. Он продолжал верить в Богу. А он видел изменения? Никаких. Он видел изменения. Знаете, седая голова, борщины. Это все такое усугубляло. Но духовными глазами он запомнил, куда Бог сказал ему смотреть. На песок и на звезды. На песок и на звезды. Ой, сколько у меня детей будет. Ой, сколько у меня детей будет. И он ухватился. И он держался. Послушайте, все благословения Божьи сокрыты в слове для нас. Мы не имеем права быть проклятыми. Даже не на один процент. Не имеем права. Не потому что мы... Я не хочу быть проклятым. Я хочу быть только благословенным. Мы невеста Христа. Мы представляем Бога на этой земле. Никто другой не представляет. Только церковь его может представить на этой земле. И мы такие сами несчастные. Знаете, чтобы нам помогли. А Господь говорит, я тебя сделал, чтобы ты другим помогал. А ты такой, кто бы мне помог, кто бы жалился надо мною. А Господь говорит, нет, нет. Тебе надо менять мышление. Иисус никогда так не подходил. Где бы погреться, где бы поесть. Кто бы мне помогал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok